Когда в объявлении класса ничего не сказано про наследование, то есть отсутствует ключевое слово extends, то подразумевается, что класс расширяет java.lang.object. Object — это корень всей иерархии наследования, родитель всех остальных ссылочных типов, в том числе массивов, перечислений и аннотаций. Из этого следует, что абсолютно все классы в Java содержат методы, объявленные в классе Object. Там их больше десятка, но основные, самые часто используемые — это toString, equals и хэшкод. Метод toString преобразует объект в строку. Он вызывается, например, когда мы выводим объект в консоль при помощи System.out.println, или когда конкатинируем строку с объектом. Разумеется, можно его вызвать и явно, используя в своих целях. Реализация метода toString в классе Object формирует строку вида имя класса собака шестнадцатеричный хэшкод. Но многие подклассы переопределяют его для возврата чего-то более осмысленного. Метод equals предназначен для сравнения объектов по содержимому, в дополнение к сравнению по ссылке, реализуемому оператором равно-равно. Реализация по умолчанию — также сравнение ссылок, ну просто потому, что на данном уровне абстрактного непонятного объекта ничего другого предложить еще нельзя. Но эту реализацию можно и нужно переопределять в подклассах, если для них будет востребовано сравнение по содержимому. Реализация переопределена у многих стандартных классов. Досадным исключением являются только массивы. Метод equals принимает параметр типа object. Это нужно для того, чтобы можно было сравнивать объекты, не зная заранее их типа. Поэтому первое, что надо сделать в пользовательской реализации equals, это проверить, правда ли переданный объект является экземпляром правильного класса. Если нет, вернуть false. Хотя иногда в целях оптимизации первым делают проверку ссылок, чтобы быстро вернуть true, когда объект сравнивается сам с собой. Проверка типа обычно делается при помощи оператора instance of, который проверяет, является ли объект, находящийся по ссылке, экземпляром заданного класса. При этом подклассы тоже считаются. То есть, например, проверка экземпляра bigDecimal на instance of number вернет true. По соглашению, если equals передадут null, он не должен падать, а должен мирно вернуть false. Оператор instance of справится и с этим. Проверка null на instance of чего угодно вернет false. Ну а дальше приводим объект к нужному типу и сравниваем уже детально по полям. И третий метод класса object, о котором я скажу несколько слов, это hashCode. Это метод для вычисления хэш-кода объекта. Хэш-код представляется целым числом типа int. По большому счету он нужен только для того, чтобы объекты можно было хранить в хэш-таблицах. Хэш-таблицы мы будем с вами обсуждать в модуле, посвященном коллекциям. Существует требование на согласованность реализации методов equals и хэш-код. А именно, если два объекта равны с точки зрения метода equals, то у них обязаны быть одинаковые хэш-коды. Если для каких-то объектов это правило нарушается, то вы не сможете хранить эти объекты в хэш-таблице. Ну, точнее, сможете, но будете постоянно получать неправильные результаты. Поэтому рекомендуется либо переопределять одновременно и equals и хэш-код, либо не переопределять ни один из них, чтобы случайно не внести рассогласованность в их реализации. Кстати, модификатор native означает, что реализация данного метода находится в нативном сишном коде. То есть, чтобы увидеть ее, нужно выкачивать исходники ходспота. Часто можно услышать утверждение, что хэш-код в Java возвращает адрес объекта. Именно такая реализация хэш-кода описана в JavaDock к методу хэш-код. Однако, полагаться на это нельзя. Это всего лишь пример, а не требование. Поэтому, на самом деле, то, что возвращает хэш-код, зависит от конкретной виртуальной машины, а также от параметров, с которыми она запущена. Хэш-коды, вычисляемые на основе адреса объекта, плохи тем, что они будут похожи у последовательно созданных объектов, расположенных друг за другом в памяти. Ходспот по умолчанию вычисляет хэш-коды как псевдослучайные числа, генерируемые и сохраняемые в объекте при первом вызове метода хэш-код.